Друзья, всем привет, с вами Яков. С момента публикации последнего видео по Диабло 4 уже прошла неделя. Совсем не порядок, благо появилось немало инфопоудов, есть что обсудить. Начнем по порядку. В своем твиттер аккаунте Райан Маккафри, это редактор портала IGN, поблагодарил Blizzard за Диабло 4. Мол, хорошая компания, сюжетная компания. Ему очень понравилось, он кайфанул. На что ответил Майк Ибара, это директор Blizzard. Мол, очень приятно, что тебе понравилось, и в будущем не придется ждать так долго между играми. Безусловно, Диабло серии. Сейчас мы готовим много интересного для Диабло 4, и не только для нее. Что это обозначает, дорогие друзья? Да, штат сотрудников, безусловно, занимается Диабло 4, а также ведется работа и над следующей игрой серии. Что это будет за игра, пока непонятно. Если вы думаете, это чушь, ошибаетесь. Кто давно у меня находится на канале? Кто следит за серией Диабло? Для кого Диабло не просто игра, те наверняка знают, что был когда-то такой проект Фентрис. Внимательным игрокам это слово знакомо, потому что Фентрис это кодовое название Диабло 4, которое до сих пор имеется в лаунчере. То есть, когда идет какое-то обновление, написано Диабло 4, в скобках Фентрис. Так вот, как только состоялся релиз Диабло 3, практически сразу через несколько месяцев началась разработка вот этого вот проекта Фентрис. Это новая Диабло, которая имела просто кодовое название. И кстати, кто не знает, сообщаю, что изначально проект Фентрис планировался от третьего лица. Да, вам не послышалось. И не знаю, как это игралось бы, но как минимум санктуарий от третьего лица я бы понаблюдал. Ну, как минимум для разнообразия. В общем, этот проект Фентрис много раз откладывали, перезапускали, откладывали, перезапускали и так далее. Так что, как вы видите, на Диабло 4 начали работать очень-очень давно. Сейчас время другое, эту гонку останавливать нельзя, ну и зарабатывать надо продолжать. Что я понял, Близзы и планирую делать. Так что, какая это будет игра, изометрическая? Третьего лица не знаю. Но, как вы думаете, пишите в комментариях под видео, какую бы Диабло вы хотели увидеть следующую. Или пока не стоит смотреть в такое дальнее будущее, во всяком случае Близзам, а лучше довести до ума хотя бы четвертую. В любом случае, дорогие друзья, они этим однозначно заняты. Потому что, как минимум, сейчас компания Близзард ищет, активно ищет, ведущего дизайнера сезонов. Что это обозначает, дорогие друзья? Это значит, что Близзы понимают, что делать сезоны на, как говорится, от Е. Мол, отстаньте, это не прокатит. Многие, кому нравилось Диабло 3, такие сезоны съедали. Но где-то после 8-10 сезона, Диабло 3 потеряла немало онлайна. Потому что людям надоели такие однообразные сезоны. И после такого провального первого сезона, как минимум, Близзард это осознали. Что второй раз такое с игровым сообществом не прокатит. Ну и вакансия, как следствие, не оставила долго ждать. В любом случае, Диабло 4 интересует очень многих. Об этом, как минимум, говорят различные рекорды игры. Первый рекорд мы, в принципе, знаем. Это то, что в рекордный срок компания Близзард заработала 666 миллионов долларов. Так это еще старые данные. Мой второй рекорд не менее интересный. Это что на иной стриминговой платформе за 2 месяца с момента релиза онлайн просмотров упал на 90 и выше процентов. Это, в принципе, тоже о чем-то говорит. Так что Близзам надо срочно устраивать какие-нибудь акции. К примеру, со скидками. Чтобы привлекать как можно больше игроков к Диабло 4. Близзард очень-очень усердно трудится над этими ошибками. В большей степени это касается эксплойтов. Вот буквально на днях компания Близзард ограничила обмен товарами между игрками. То есть нельзя было передавать ни золото, ни предметы. Потому что с помощью этого эксплойта игроки себе наваривали немаленькое количество голды. Огромное количество. Близзард эту возможность остановила, предупредила банами и вот буквально пару часов назад она сообщила, что возможность обмена возвращается. Ошибки исправлены. И, как вы видите, критика дает о себе знать. Гнев сообщества никому не нужен. К тому же еще в то время, когда рейтинги у игры очень сильно падают. Сейчас как раз таки вы их наблюдаете перед своими глазами. Это оценки, которые игра получила на метакритике. Безусловно, они вполне возможно очень сильно занижены. Соглашусь. Потому что, допустим, очень многие игроки, кого игра устраивает, она нам нравится, все классно, мы играем. Не буду я заходить ни на какую метакритику и не буду ставить этой Диабло 4, восьмерку, девятку или десятку. Меня устраивает, я играю. А что там у кого бомбит, мне неинтересно. Очень многие игроки именно так и думают. Не для всех Диабло 4 это какая-то вселенная. Это просто игра, в которой я коротаю время. Но все же, факт остается фактом. Пока оценки таковы. И для многих это аргумент. Ну а если сайт метакритика в принципе многим знаком, то как видите, для консоли одной, для консоли второй, для ПК, в общем, максимальное количество человек приняло участие в опросе по ПК 7775. Согласитесь, это очень-очень низкое количество опрошенных. Если отталкиваться от статистики Blizzard, что в Диабло 4 играет как минимум несколько миллионов человек. Эта цифра максимально минимальная. И судить о корректности данной оценки, я считаю, по таким цифрам нельзя. В то же время, я тоже решил устроить опрос у себя на канале. Мол, какая версия из Диабло вам понравилась больше? Нравятся могут все игры, но какая у вас, допустим, самая любимая на текущий момент времени? В моем же опросе принял участие 8623 человека. Ну и цифра следующая. Четвертое место. Первое Диабло. Третье место Диабло 4. Второе место Диабло 3. Ну и первое место Диабло 2. Как видите, Диабло 4 не для всех самое лучшее, а всего лишь для 19%. Если вы еще в этом опросе не принимали участие, можете как-то ситуацию исправить. Опрос находится на моем канале в рубрике «Сообщество». Ну и в принципе эти цифры плюс-минус стандартные. Где-то 7 месяцев назад до релиза Диабло 4 я устраивал подобный опрос. В нем приняло участие 11055 человек. Ну и там вместо Диабло 4 было Диабло Иммортал. Сейчас Иммортал нет. Почему? Потому что, к сожалению, на Ютубе можно использовать только 4 варианта ответа. Так вот, четвертое место было за Иммортал, третье место за Диабло 1, второе место за Диабло 3 и опять-таки первое место за Диабло 2. И опять-таки здесь же всем спасибо, кто принимал участие в голосовании. Любая статистика всегда важна. В любом случае, повторюсь, у Диабло 4 еще огромный потенциал и хоть игра максимально-максимально сырая, я уверен, что Близзард над ней очень усердно трудится. Иного не дано. Иначе Диабло 4 ждет участь Диабло Иммортал. Какая участь? Да аналогичная. На момент релиза Диабло Иммортал интересовало внимание как количество игроков, как игроков, так и зрителей. Одних поиграть, вторых просто хотя бы посмотреть. Так вот, спустя месяц кто-то наигрался, кто-то уже насмотрелся и статистика была схожей. Онлайн-просмотров упал на 90%. Как и играть стало? Тоже меньше. И вот не зная как вы, такой участи для Диабло 4 я не желаю. Ждем нового сезона, ждем первоклассного контента. Ну а ваши мысли? Как вам сезон? Вообще, что думаете о судьбе Диабло 4? Всю вашу боль оставляйте в комментариях. Лента выдержит. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.